Мама-предприниматель Обучение в проекте велось в форме очного тренинга по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Его проводили опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса. Я смотрю на всех своих слушателей, как на предпринимателей. Бизнес не терпит ни гендерных различий, ни проблем в семье. Бизнес по блажке, соответственно, никому не делает. Важен в бизнесе только результат, не процесс ни в коем разе. И поэтому им, наверное, сложнее, нежели другим предпринимателям, потому что им приходится расставлять приоритет в своей жизни. Важной частью проекта стал конкурс бизнес-планов. Некоторые из участниц уже имеют свой маленький бизнес. Например, Динара Микеева, мама четверых детей, которая более 10 лет находится в декретном отпуске, превратила свое увлечение в бизнес. Буквально три недели назад Динара стала предпринимателем, открыла свое ателье по ремонту и пошиву одежды. Благодаря тем знаниям, которые я получила на этом проекте, я поменяла немножко свое направление именно в своем швейном бизнесе. Я стала ориентироваться теперь на уже раскрученные магазины мусульманской одежды. Другая участница из Димитровграда Мария Данилова уже на проекте решила открыть вместе с мужем, потомственным столяром, школу столярного мастерства для детей. На проект я пришла совсем с другим проектом, так скажем, с клинингом, но девочки меня переубедили. Я показывала девочкам работы мужа, рекомендации, то, что он делал дорогую мебель от других людей. Он мне говорит, Маша, ты что, столярная мастерская, обучайте детей, передавайте знания, потому что сейчас многие мужчины не умеют руками работать, и детишкам это тоже интересно. Защита проекта в финалистах прошла в Доме предпринимателя. Победительницей стала Татьяна Иванникова, мама пятерых детей. Уже много лет она печет на дому под заказ. Главный приз – сертификат на получение грантов 100 тысяч рублей. Училось более 35 человек. Мы все друг друга поддерживали. Мы все друг другу старались помочь, несмотря на то, что это конкурс. Вот мы друг другу помогали. И вот эта вот сплоченность коллектива, она очень помогла воспринять всю эту финансовую грамоту. На полученные средства Татьяна планирует открыть пекарню, где будут готовить диетическую и диабетическую продукцию. Также победительница регионального проекта поедет в Сочи, где представит регион на всероссийском уровне. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...